Всем привет! С вами я, Владимир Осечкин, основатель ГУЛАГУНЕТ. У меня сегодня пару моментов, которые хотел вам рассказать. Ну, во-первых, начальник оперативного отдела СИЗО 1 Иркутска Вольф, Максим, и начальник колонии номер 6 Алексей Агапов. Вот те два пыточных учреждения, где жестоко били и насиловали заключенных, в том числе подвергли жесточайшим пыткам Тахержона Бакиева и Кижика Андара. Вот эти садисты Агапов и Вольф сегодня, 4 марта 2021 года, были отправлены под домашний арест двумя судами. Это Куйбышевский и Свердловский районные суды Иркутска. При том, что следователи Следственного управления Следственного комитета ходатайствовали о взятии их под стражу. Значит, интересный момент, что Вольфа защищал адвокат Сергей Бобылев или Бобылев, в прошлом начальник третьего отдела Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области. Вот интересная взаимосвязь. Начальник опера отдела, куратор пресс-хат и адвокат тут же всплывает бывший начальник третьего отдела, для которого явки с повинными все эти годы, в принципе, и выбивались в пресс-хатах Иркутского СИЗО. Такая сразу сцепка. Ну что же, вот такой вот избирательный гуманизм российского правосудия, когда Кижика Андара за кражу каких-то там лошадей отправляют в колонии, в пресс-хаты, от тех людей, которые организовывали пытки и отдавали поодиночке людей в заветном и беспомощном положении садистам в пресс-хаты, им домашний арест. Есть ли в этом справедливость? Да нет, конечно, это издевательство, это насмешка. Насмешка над здравым смыслом, над правосудием. Ну да чему удивляться, это Иркутск, и там такое творилось. Да, плюс интересная новость по информации наших источников. Сергей Шмаков, вот этот активист, который активно помогал разработчикам, сам был разработчиком в апреле 2020 года, агент Салах. Он отказался давать объяснения, показания адвокатам, которые защищают потерпевших от пыток. Начал скрываться, все время переносить встречи. И по информации нашего источника, с ним сейчас в эти самые часы очень плотно работают Антон Самара и Павел Воробьев. Это зам начальника СИЗО по безопасности и оперативной работе первого изолятора Иркутска. И тот самый оперативник отдела М, который спалился, который фактически уже на данный момент раскрыт, как один из кураторов пресс-хат, кто конкретно крышевал Бевзюка, Ярового, Шмакова и других разработчиков. Что же, здесь все понятно. Фактически на наших с вами глазах разворачиваются ментовские войны, когда разные группировки, разные кланы в Иркутске начинают грызться и стараться избежать ответственности за то, что они все эти годы творили в СИЗО-1, в СИЗО-6, в колониях. Насколько веревочке не виться, мы знаем, что всегда приходит конец. И как бы сейчас эти садисты не пытались обмануть следствие и запугать кого-то из свидетелей, у них ничего не получится. На самом деле и Сергей Шмаков на протяжении почти двух недель отработал с нашими экспертами, с координаторами. Я лично его опросил, и у нас записи более чем на 8 часов его показаний. Салах передавал, Шмаков передавал нашим координаторам, и потом мне в последующем показал переписку, где Максим Вольф с ним связывается, фактически оказывает на него давление, дает ему вводные, как именно нужно давать показания, чтобы избежать уголовной ответственности. Ну, в частности, конкретно Максим Вольф сообщал Сергею Шмакову, что очень важно настаивать на тех показаниях, которые они фальсифицировали в июне 2019 года, когда проводилась проверка по заявлению Влада Марусова. Ну, там они взяли защитительную линию, что якобы все эти разработчики не были в пресс-хате, где находился Влад Марусов, и что они находились в отряде хозобслуги. Хотя это абсолютно полная фигня, и вы сами слышали уже, как минимум, из двух опубликованных показаний, что Шмаков конкретно признается в том, что он находился в этих пресс-хатах, был ночником, пособником, и помогал связывать Влада Марусова и других заключенных, помогал Бевзюку и Яровому. Ну, что же, вот такие у них мелкие игры, мелкие хитрости, мелкие игры. Они думают, что они самые умные, и что можно обмануть нас, Москву и так далее. Ну, окей, жизнь покажет, кто есть ху в этой истории. Потом еще один источник в Иркутске нам сообщает, что Игорь Макеев, тот самый начальник на протяжении более 10 лет пыточного сезона номер один, ушел в запой, пребывает в глубоком унынии, понимает, что их пыточный конвейер разоблачен, что вместо больших и тяжелых медалей на грудь скоро ему повесят судимости за все его преступления. Вот. Что еще у нас по Иркутску? Ну, наверное, сегодня уже все. Не буду забегать вперед. Много впереди интересного и важного. Хочу лишь сказать, что, конечно, вот эти вот арестованные оперативники, они находятся, ну, из там Дампинов, Медников, Ерохинов, все вот эти вот садисты оборотни в погонах вместе с их разработчиками, они сейчас в очень тяжелом положении находятся, сидят на красном корпусе СИЗО-1, в подвале, в одиночках, и очень сильно боятся, что их посадят в те же самые камеры для бывших сотрудников, потому что эти садюги причастны к пыткам и к очень жестоким и извращенным вещам, которые совершались и в отношении заключенных бывших сотрудников. поэтому я не знаю, о чем они думали, когда они все это творили, но, еще раз повторю, все приходит на круги своя, все тайное становится явным. Вот, кстати говоря, интересно, тут на днях собрали практически весь личный состав СИЗО-1, и проводили с ними воспитательную работу. Если кто-то будет общаться с ГУЛАГу, нет, он будет нашим врагом, предателем. Если кто-то будет сообщать в ГУЛАГу, нет, информацию и разглашать вот то, что здесь у нас происходит, мы с ним будем расправляться. Ну, так, внушение сделали, но при этом все прекрасно понимают, переглядываясь, смеются, улыбаются, все прекрасно понимают, что каждый вечер, практически весь личный состав СИЗО-1 и других учреждений Иркутского ГУФСИН внимательно смотрит канал ГУЛАГу.нет, узнает правду. Что ж, пользуясь случаем, сотрудники СИЗО-1, я знаю, что большинство из вас находились в плену этих обстоятельств, не могли перепрыгнуть через Самару, через Вольфа, через Макеева, через этих Келанова, Раченко, теперь Сагалакова, и казалось, такая абсолютная безнадега. Но, тем не менее, вот каждый из вас, из сотрудников СИЗО-1, колонии номер 15, кто нам анонимно сообщает информацию, вы делаете большое дело, вы нам реально помогаете разоблачать этот пыточный конвейер. Спасибо вам, выражаю открыто. Ничего не бойтесь, никого не слушайте. Мы источники свои никогда не выдавали и не выдаем. Продолжайте нас информировать о происходящем до, как сказал директор СИН, до полной декриминализации учреждений ГУФСИН по Иркутской области. А по сути дела, до полного разоблачения этого пыточного конвейера. Вы нам помогаете, помогайте дальше. Я думаю, что вместе с вами мы добьемся осуждения всех виновных. Гестапо и вот этим изуверским, извращенским пыткам не место в 21 веке. Я вас прекрасно понимаю, что от нас зависит, будем делать в поддержку заключенных, в поддержку прав человека, и в поддержку нормальных сотрудников, которые против вот этих вот извращений и пыток. Давайте продолжаем, ребят. Еще раз спасибо всем за поддержку, лайки и перепосты. Не останавливаемся. Продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok